МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события. Об основных темах расскажу вам я, Виктория Вичурина. Начнет программу рубрика обзор. Республиканский субботник пройдет 25 апреля. Такое решение принято постановлением Совета министров от 16 апреля 2020 года номер 233, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. В этот день республиканские органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, местные органы власти, другие организации на добровольной основе могут провести субботник на рабочих местах или благоустроить историко-культурные ценности. Территорий населенных пунктов подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике примут и руководители госорганов. Заработанные в этот день средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облсполкомы и минский горисполком. Что касается дальнейшего распределения перечисленных средств, то 50% остаются в распоряжении облсполкомов и минского горисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% средств облсполкомы и минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются к Национальному Художественному музею и Гомельскому облсполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни в Светлогорском районе. Митрополит Минский Изославский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, призвал верующих воздержаться от посещения храмов, передает Белта. Глава Белорусской Православной Церкви обратился к верующим с просьбой отказаться и от посещения кладбищ на Радуницу. Священный Синод принял обращение ко всем православным христианам с просьбой, чтобы никто не игнорировал предписаниями Министерства здравоохранения. Мы всех призвали обязательно придерживаться этих норм, обрабатывать храмы всем необходимым, почаще дезинфицировать полы, ручки, то есть все-все-все необходимое, вплоть до того, чтобы люди держали определенную дистанцию в полтора-два метра друг от друга. Казалось бы, мы в течение многих-многих лет призывали всех людей прийти в храмы. Мы сегодня услышали призыв Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период. И поэтому я как бы в Торе словам Святейшего Патриарха призываю всех наших православных белорусских верующих понять Патриарха. Это действительно очень сложное было его слово и решение призвать вас в эти очень ответственные дни воздержаться от посещения храма. Богослужения в наших храмах и в Минске, и в других епархиях белорусской православной церкви храмы закрываться не будут. Там будут совершаться богослужения. Но для того, чтобы сберечь наших верующих людей, мы призываем вас всех, дорогие братья и сестры, как бы ни было это больно, воздержитесь, побудьте дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Холодный апрель внес коррективы в планы аграриев. При благоприятной погоде хозяйства могли провести сев за 2-3 недели. Но низкие температуры замедлили темпы посевной. Тем не менее, на весенне-полевых работах выявились передовики на севе подготовки почвы и внесении удобрений. В филиале Жодишки – три района передовика. Механизатор Иван Бурич занял первое место на севе. Его результат – 931 гектар. Вторым в этой же номинации стал Иван Рогач, который засеял 896 гектаров. Механизатору этого же хозяйства, Казимиру Юхневичу, удалось стать лучшим в районе на подготовке почвы. На своем МТЗ-3022 он закультивировал более тысячи гектаров. Поздравить механизаторов прямо на местах их работ приехал первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас, директор филиала Жодишки Андрей Янюк, администрация Сморгонского КХП. Как отметил Сергей Тадеушевич, сегодня в хозяйствах Сморгонского района полностью завершен сев ранних яровых зерновых. Проведены подкормки озимых зерновых. Аграрии продолжают работы по внесению органических удобрений и севу сахарной свеклы. На сегодняшний день уже завершены работы по выполнению плана по севу ранних зерновых колоссовых. Хозяйства сегодня работают над севом сахарной свеклы. Посеяно уже порядка 385 гектар из плана 1310. В ближайшее время планируем приступить к севу кукурузы. У нас необходимо посеять 4980 гектар на силос и 890 гектар кукурузы на зерно. Также продолжаются работы по внесению органических удобрений. Органика вносится в основном под кукурузу. Завершены работы полностью по подкормке зерновых колоссовых озимых. Безусловно, в этом году корректировку внесла погода. Поэтому мы все эти работы выполняли гораздо позже. Единственный момент, что хочу обозначить, негативным образом складываются погодные условия. И сев кукурузы, скажем, мы чуть-чуть придерживаем. Поэтому будем смотреть на погоду, как дальше будут развиваться события. Соответственно, и будем корректировать наши подходы к севу кукурузы. На сегодняшний день, касаемо материально-технического обеспечения всех сиххозпредприятий, светлыми горючно-мазочными материалами, светлыми нефтепродуктами, мы обеспечены в 100% объеме. Что касается средств защиты растений, мы уже провели первую инсектицидную обработку по озимому рапсу. О дальнейшем пестициды будут закупаться под потребность, которая будет возникать перед сиххозпредприятиями. Комплекс мер, которые мы предприняли, чтобы сохранить влагу, он недостаточен. Сегодня мы испытываем острый дефицит влаги. Это видно, в первую очередь, и по прорастанию яровых зерновых культур. Скажем, недружные всходы. И, скажем, не прослеживается какая-то задарможность в развитии, потому что нет как влаги, так, соответственно, и нет положительных температур. Всходы где-то только через 25-27 дней от посева, поэтому есть проблемы. Каждому ребенку нужна семья. В идеале – папа и мама. Однако бывает так, что родители забывают о своих обязанностях. Мало уделяют внимания детям, не заботятся об их благополучии, ведут аморальный образ жизни. И ребенок признается находящимся в социально опасном положении. Оказаться в СОП безосновательно просто невозможно. И это не наказание, а помощь в трудножизненной ситуации и стимул вернуться к нормальной жизни. Забота о детях лежит на родителях. Но всегда ли это так? Это не всегда так. По состоянию на 1 апреля 2020 года на территории города Сморгоне-Сморгонского района 100 детей из 49 семей находятся в социально опасном положении. С 1 января текущего года отобрано 8 детей из 5 биологических семей у так называемых недобросовестных родителей по решению комиссии по делам несовершеннолетних. И данные несовершеннолетние дети помещены на государственное обеспечение. Родители, у которых отобраны дети, получают статус обязанного лица и ставятся на профилактический учет в отделе внутренних дел. По состоянию на 1 апреля 2020 года в Сморгонском РУВД на профилактическом учете состоит из 67 обязанных лиц, дети которых находятся на государственном обеспечении, из которых обязанных лиц 47 женщин, 20 мужчин. Это регламентируется декретом президента Республики Беларусь номер 18 от 24 ноября 2006 года, который называется «Дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Все ли родители встают на путь исправления? Нет, это не так. В текущем году два обязанных лица не справились с ролью родителей и судом лишены родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей. Как данные семьи попадают под ваше внимание? Дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, либо иным образом ненадлежащие выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении. Общество не должно оставаться равнодушным к увеличению числа сирот среди несовершеннолетних. Каждый ребенок должен воспитываться в семье, где его любят, и заботятся о нем. Государственные органы иные организации, граждане, располагающие сведения о детях, находящимися в социально опасном положении, обязаны немедленно сообщить об этом в инспекцию по делам несовершеннолетних, комиссию по делам несовершеннолетних, либо орган опеки и попечительства, другие государственные организации, уполномоченные законодательством, осуществляя защиту прав и законных интересов детей. В марте в Самаргонском центре творчества детей и молодежи состоялась пресс-конференция. Вопросы директора учреждения Татьяне Шпаковской задавали участники объединения по интересам юный журналист. В августе 2020 года исполняется 60 лет центру, который стал преемником Дома пионеров. В рамках совместного проекта «Будущее масс-медиа» на встрече поприсутствовала и съемочная группа ОКС-ТВ. Татьяна Ивановна, сколько при Центре творчества детей и молодежи есть кружков? В этом учебном году у нас организована работа 262 объединений по интересам, в которых занимаются 3582 учащихся. Ребята у нас занимаются, начиная с дошкольного возраста и заканчивая школу. Также на наших кружках занимаются и молодежь, которая уже закончила школу. Если брать по процентам отношений, то это 61,5% учащихся от общего числа учащихся у нас в районе. Центр творчества называется районным. Неужели к вам приезжают дети со всего района? Наши кружки организованы не только у нас в городе и на базе Центра творчества, который расположен вот по улице Чапаева, 9, но также мы охватываем всех ребят, которые занимаются в учреждениях образования и сельской местности. Будьте любезны, коротко расскажите историю создания Сморковского Центра творчества детей и молодежи. В 1960 году, в августе месяце, у нас в районе был открыт Дом пионеров, который и дал старт или положил начало в внешкольной работе. Это было учреждение внешкольного образования. И первые кружки, которые были, это был районный центр. Их было 18. И руководила тогда директором Центра творчества или Дома пионеров была Ватаева Тамара Сергеевна. В 1989 году, тоже в августе месяце, был открыт также и городской Дом пионеров. Объединили один. И теперь нынешний Сморгонский районный Центр творчества детей и молодежи. Это одно из учреждений образования, дополнительного образования для детей и молодежи. Какими наиболее значимыми победами, успехами ваших воспитанников гордится Центр творчества на сегодняшний день? Сегодня я могу рассказать буквально о каждом нашем коллективе. И действительно, мы ими всеми гордимся. Потому что каждый коллектив, куда приходит ребенок, работает педагог, который вкладывает свою душу, который действительно сам специалист, умеющий увлечь, привлечь молодое поколение и, безусловно, развивать в них творческие способности. В нашем коллективе, в нашем учреждении три коллектива имеют звание образцовый. Поэтому это тоже наша гордость. Это вокальная студия, эстрадная песня «Радость», руководит которым Буренская Вероника Францевна. Это театр мод «Стрекоза». И сегодня, в июле месяца, буквально 2019 года, наш еще один коллектив получил звание образцовый. Это театр «Сморгонская батлейка». Ну и еще, конечно же, хотелось бы мне сегодня отметить еще один коллектив. Это спортивный кружок «Бокс», который более 20 лет у нас уже работает. И, безусловно, под руководством Тухто Виктора Станиславовича и его воспитанники являются не только участниками, но и победителями и областных, и республиканских, и международных турниров по боксу. Школа дополнительного художественного образования у нас работает более 25 лет. Татьяна Ивановна, мне хотелось бы развиваться и получать знания в сфере IT-технологий. Что может предложить ваш центр мне? Мы должны выполнять запросы молодых, безусловно, и открывать те направления, которые в наше время востребованы. И поэтому одно из таких направлений, конечно же, это IT-технологии. На сегодняшний день у нас работают кружки компьютерная азбука. Это для начинающих, для тех, кто только осваивает азы, и компьютерная грамотность. Ребята здесь осваивают графические программы компьютерные, графический редактор фотошопа, они уже освоили, а также видеоредактор Sony Vegas. Это создают сами видеофильмы. Я люблю путешествовать. Что вы можете мне предложить? У нас есть кружки, которые действительно, ну, основная цель которых – это изучение нашей Родины, это путешествия, это краеведение, это туризм. То есть для тех ребят, которые не любят сидеть дома, а постоянно в поисках. Поэтому и кружки туризм, юные туристы, есть спортивное ориентирование и туризм, туристко-краеведческий лагерь Бериндей. Можно найти себе кружки, с которыми действительно изучить и историю своего города, потому что есть кружки «Мой город», изучить историю, военную историю Беларуси, и такие кружки у нас есть. То есть полностью заняться краеведением. Мы с вами ходили не со всеми, но с некоторыми на Блиц-опрос. Мы уже сегодня провели пресс-конференцию. Скажите, кто-то, вот кому-то эти занятия, что-то дают, чему-то учат? Больше читать, пополнять словарный запас, меньше стесняться, выражать глубокую мысль. Думаю, что уверенность, по-моему. Единственное, что я смогла, это просто... Я сидела здесь, и я думала, как же здесь я не убегу просто от страха. Боже мой! В который раз убеждаюсь, что печатная журналистика мне намного легче дается, чем аудиовизуальная. То есть нету какого-то страха, чего можно бояться камеры. Когда ты пишешь, ты пишешь сам для себя, тебя никто не отвлекает в тишине, в спокойствии. А аудиовизуально — это вот как мой первый Блиц-опрос. Это, во-первых, спонтанно как-то. Человек идет, нужно быстро подойти, спросить у него что-то. Ты теряешься сам, человек тоже в растерянности, боишься отвлечь его, потерять его время. Ты сидишь, слушаешь, вникаешь. Это намного легче было, и так как это мой уже второй опыт, намного легче. Было очень сложно сконцентрироваться на человеке и вспоминать свой вопрос, произвести его в голове, говорить и одновременно смотреть на собеседника. Ну и, конечно же, надо много читать, чтобы можно было как-то заменить слова, ну, чтобы сказать как-то легче было. Очень ты, когда хочешь произнести этот вопрос, тебе трудно, ты волнуешься, и тебе нужно смотреть собеседнику в глаза. На моем опыте хоть чуть-чуть мне легче печатать, потому что спокойно, да, можешь все, что в свою информацию... Изложить нормально легче, да, чем общаться. Кружки подобные в центре творчества, они помогают увидеть будущую профессию, раскрыть себя? Да. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В связи с пандемией коронавируса Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует Соблюдайте дистанцию в общественных местах Регулярно мойте руки Не трогайте лицо Соблюдайте правила респираторной гигиены При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью Берегите себя и своих близких Оставайтесь дома В Сморгонском районе апрель не радует теплом В атмосфере установились устойчивые северные-северо-западные потоки Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы В ближайшие дни ситуация изменится в лучшую сторону На погоду начнет влиять обширный антициклон с центром над Северным морем В среду 22 апреля в ночные часы местами по району пройдут кратковременные дожди Температура воздуха составит не ниже плюс 4, плюс 6 Днем без осадков плюс 13, плюс 15 Ветер северный умеренный В четверг 23 апреля характер погоды не изменится Без существенных осадков Ночью плюс 4, плюс 6 Днем все те же, плюс 13, плюс 15 Ветер северо-западный умеренный В пятницу 24 апреля начнет поступать теплый воздух Западной Европы Ночью столбики термометров покажут плюс 4, плюс 6 Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 17 градусов С приближением холодного атмосферного фронта местами по району не исключены кратковременные дожди Ветер западный, северо-западный умеренный По предварительным прогнозам, в выходные дни вновь начнут поступать холодный воздух со Скандинавии Это были все темы на сегодня Берегите себя и своих близких Без лишней надобности не выходите из дома Мы будем держать вас в курсе событий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин